Заместитель главы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов прокомментировал итоги первой согласительной комиссии. Напомним, 14 сентября Владислав Пинаев представил в областном правительстве проекты развития Нижнего Тагила и суммы, необходимые для их реализации. Общий размер дополнительных субсидий, которые у региона просит выделить город, несколько миллиардов рублей. На протяжении последних месяцев руководители подразделений Тагильской мэрии и заместители главы муниципалитета взаимодействовали с сотрудниками профильных министерств. Главной задачей было доказать, что деньги Нижнему Тагилу нужны и вложены они будут эффективно. Во всех министерствах понимание есть, потому что мы с предложениями на согласительную комиссию выходили только с теми мероприятиями, которые городу нужны и которые реально на сегодня правительством Свердловской области поддерживаются. Грамотное обоснование финансовых потребностей Нижнего Тагила – это результат деятельности профессиональной команды во главе с Владиславом Пинаевым. В процессе участвовали не только заместители главы администрации города, но и депутаты Нижнему Тагильской думы, а также народные избранники, представляющие Нижний Тагил в законодательном собрании Свердловской области. Первый результат работы воодушевляет. Члены правительственной комиссии выразили готовность поддержать часть проектов, представленных тагильчанами. К слову, согласительные процедуры в региональном кабинете министров не закончены. Бюджет Свердловской области, естественно, тоже ограничен в средствах, поэтому сводные предложения будут еще раз рассматриваться и проводиться балансировкой, исходя из имеющихся средств.